Всем привет, народ, с вами Костыли, добро пожаловать на новый видос. FPS опять просела, кстати, куда-то все жители пропали. Сзади там до сих пор стройка там, да, до сих пор продлевается. И, короче, у меня, друзья, для вас хорошая новость, ну как для вас. Для меня, пацаны, я купил гараж недалеко от этой деревни. Давайте я вам сейчас пойду и покажу его. Собственно, пацаны, этот гараж я нашёл в интернете. Очень дешевый был, очень, просто максимально. Цена я не буду говорить, потому что не буду. Короче, собственно, у меня тут уже ключ, собственно, от дверей. И, короче, погнали. Я, друзья, если честно, даже его не видел вживую, вживую. Я его дистанционно купил, то есть дистанционно подписал все документы. Ну, то есть, блин, чтоб не портить сюрприз. И мне говорили, что он где-то в этом лесу. Блин, ну как здесь лес? Тут несколько деревьев, да и всё. Вот такая, знаете, просто засадили мы жителями вот когда-нибудь и... Да ладно. Это тот гараж, друзья. Это тот гараж! Офигеть, он громадный. Хотя, пацаны, смотрите, он весь ржавый просто, смотрите. Обалдеть. Это железо, чтоб вы знали. О, чего? Пацаны, дверь. Она же на фотке была нормально, тут всё было... Такие камешки прикольные, постелены. Такая тропинка вниз была. И типа, вообще он не таким ржавым был. Блин, может фотки... Наверное, этим фоткам уже 10 лет, наверное. Офигеть, пацаны. Ну гараж, конечно, хороший. Фу, блин, сыты в лес. Обалдеть. Фу, я так ненавижу эти цветы вообще. Фу, они воняют. Ну блин. Тут вроде ещё даже тропинка была, хотя, блин. Какая-то тропинка. Я в этой деревне, блин, всю жизнь живу. Я ни разу этого гаража даже не замечал, блин. Он, блин, настолько прирос, что его реально не видно было. Так, чё, пацаны, давайте откроем, попробуем дверь. Потому что именно эти ключи, именно от этой двери. Потому что от этих вот ворота, я не знаю даже, как они открываются. Потому что мне об этом не говорили. Как мне достать это? Чё, копать руками, что ли? Нет, у меня вот новые перчатки. Недавно тут купил, блин, чтоб на понтаха быть. Короче, сейчас приду, лопату принесу, пацаны. И, собственно, вернусь. Всё, я пришёл, пацаны. Короче, вот лопата, собственно, как видите, железная лопата. Одолжил, собственно, у моего жителя. Ну, как моего, блин. Типа моего соседа, ну, типа, да, у меня там много соседей. Ну, короче, одолжил у своего друга жителя. Давайте, наконец-то, выкопаем это. Ова! Офигеть, капец. Вот эту землю сюда поставлю. Так, чё, пацаны, открываем. Давайте посмотрим, собственно, на него с середины, можно сказать. Но на фотках он был, знаете, такой, ну, нормальный, типа. Ну, я уже, типа, понял, что тем фоткам уже 10-20 лет, наверное. Давайте открываем, и... Чё? Фу, какая здесь вонь, ну, блин. Тачка! Волга! Да ладно, пацаны! Чё? Офигеть, смотрите, какие диски, пацаны. Офигеть, фу. Эти емы воняют, боже, что это? Да ладно, неважно, ну... Триндец, здесь Волга! Емое... Ядреный хлеб, батон мне зад, чё это такое? Чё она здесь делает? Надо залезть в неё, посмотрите, или это... Стоп, может быть, меня этот... Владелец этот странный был, этого гаража. Быстро со мной разговаривал, типа, такое. Типа, блин, кстати, друзья, Волга вылезла просто. Смотрите, на неё ни пилинки нет. Хотя нет, вот здесь вот есть. Ну, ёб твою налево, чё это? Фу. Здесь мухомор растёт, боже. Здесь столько паутин, и тут такой... Такая вонь какая-то, знаете, как... Не знаю. Сыро здесь всё очень, очень сыро. Не знаю, может быть, гараж течёт, но я не знаю. Давайте вот здесь пройдём. О, она с номерами, пацаны. Чё за номера? Так, номера вроде русские, пацаны. Русские номера. То есть она не из Украины. Вот, друзья, Волга написано. Так, интересно. Это, так понимаю, стол. Этот бруссетик, ну, там, где надо зажимать, типа, всё, да? Ну, типа, обычная вещь для гаража. Офигеть. Как мне добраться? Может быть, попробовать дверь открыть, типа? Ну, блин, здесь... Так, мне там сообщение пришло, извиняюсь. Давайте тут пройдём. Просто здесь паутины. Давайте... Нет, дверь закрыта, пацаны. Она прям, наверное, с середины там, на кнопку закрыта. Давайте тут пройдём. Пройдём, строженько. Откроем эти сундуки, посмотрим, что у них. Так, в них ножницы какие-то старые. И так, вёдра. Фу, здесь так воняет. Это отсюда воняет ещё. Фу, гнилая плоть какая-то. Фу, боже. Офигеть. А, так, кстати, тут ножницы. Фу, они все в пыли, конечно, блин. Сколько я раз фу уже сказал. Давайте это всё сейчас... Поубираем, что ли? Вот так вот. Ну, блин, эти ножницы очень быстро ломаются. И, честно, ну, в принципе, по идее, должно хватить. Они, блин, очень старые, наверное, ещё СССР какие-то. Так, вот так вот. Всё, я расчистил. Офигеть. Волга чёткая, пацаны. Давайте её попробуем, что ли. Ну, зайти в неё, что ли. Так, ага, я же расчистил тут всё. Можно сейчас залезть, по идее. Хотя, если она закрытая, она же закрытая. Блин, у меня ключей нет. У вас здесь можно пролезть. И, а, тут окно открыто сейчас пролезу. Опа. Всё, пролез. Офигеть, какой тут салон! Он набитый весь, смотрите. Ну, типа этого... Типа, не оббитый, не поломаный. Он, типа... У него обшивка такая, знаете, кожаная. Охереть. Смотри, Волга написана. Я хочу проехаться на ней, блин. Тут ключи, тут ключи. Он, чё, в бардачке? Чё, в бардачке? Фу, здесь курт какая-то. Куртку ещё в бардачок можно засунуть. Какие-то книжки. А, это текст паспорт. Да ладно, документы. Давайте посмотрим на документы этих, тех, паспорт. Так, тех, паспорт, машина. Ага, ни хера она старая. Так, документы. Это... Страховка, которая истекла ещё 20 лет назад. Окей! В принципе, меня устраивает. В принципе, окей. Может быть, как-то переоформлено на себя, типа. Я не буду говорить этому продавцу, типа, гаража. Ну, всё, он, типа, продал гараж, всё. Всё же с содержимой. Он сам говорил. Всё его содержимое будет моим. Купил гараж эту тачку, пацаны. Короче, я сейчас постараюсь вот это вот открыть, потому что я так понимаю... Оно деревянное, как эта дверь, блин, убитая полностью. Просто как в моём сарае у бабушки, блин. Такая самая дверь. Так, это чё у нас? Лампочка, лампочка. Она работает, да ладно? Ладно. О! Чё? Смотрите, пацаны. Здесь всё разломалось. Офигеть, я отошёл, Даша. Меня сейчас прибило бы здесь. Короче, пацаны, сейчас попробую открыть, собственно, и вернусь, да. Так. Хоп-хоп. Всё, в принципе, вроде держится. Так, камера пишет. О, она включила сама по себе. Чё? Неважно. Короче, пацаны, вот, собственно, я каким-то образом открыл. Короче, всё, что сломалось. Оно сломалось. Одну штуку я выкинул туда, другая вот поддерживает, собственно, эту палку. Ну, вот так вот, собственно, вот так вот, да? Ну, чё вы хотите? Майнкрафт, пацаны? Ну, короче. Я хочу сейчас выкатить отсюда вот эту Волгу. Она, то есть, я проверю, не на ручнике стоит. И, собственно, давайте сейчас тут всё расчистим эту траву, чтобы она за что не зачипалась. Я, блин, уже, знаете, увлёкся прям этой Волгой. То есть, Волга на халяву, пацаны, просто. Волжаночка просто. Я никогда... У меня никогда в Волге не было, понимаете? Просто никогда. Это просто офигенно. Давайте сложим, кстати, эту паутину. О, ты чё, её собирал, да? Пацаны, короче, садимся в неё. Так, да, она без ручника, ну, то есть, ручник снят. Погнали, собственно, тут у меня... Вот, пришли такие местные жители, пришли смотреть, чё, блин, тай как, гараж ожил, можно сказать. Блин, на боком, конечно, так, ну, давайте покатимся, попробуем. Опа. Чё, катится? Блин, ну, очень тяжёлый. Хопа. О, вот катится, катится, катится. Ё-моё, чуть в яму не упал, здесь яма какая-то. Хопа, может, это яма, типа, а, нет, это, типа, я думал, яма, типа, ну, чё, под подвер... Ядрёный батон, я думал, уже провалился куда-то. Ядрить, колотить, чё здесь за яма, чё здесь вообще просто... Ладно, неважно, гараж нужно восстанавливать тоже, как и машину. Хотя, она, в принципе, идеально вылезана вообще, я вам отвечаю, пацаны. Не знаю, на камере это передать, блин, ещё, особенно в Майнкрафте. Давай, давай, опа, покатилась, покатилась, родная. Ё-моё, она взгрязи здесь, загрузила. Так, надоёшь сюда, на полянку, на полянку, на полянку. Давай, давай, родная, родная, давай, ну, ты хоть мне не родная, да ладно, похер. Вот сюда, всё. Нифига себе. Чё, пацаны, превьюшка? Не, ну, красиво, красиво, конечно. Короче, пацаны, собственно, сейчас подзвоню Михалычу и Давидычу. Ну, да, император. Да, у меня, конечно, нету Михалычу и Давидычу. Ну, короче, подзвоню сейчас этому пацанчику, моему другу, Вадимчику, пацаны, вы, наверное, его знаете. Ну, тот бешеный грифер, короче, да. Потому что ты грифер. Вот ты. Не надо! Какой, Альфан? Петух! Алло, петух! Эй, эй, как хорошо, покупай мою сауну, давай уже. Типа, он, короче, разбирается, типа, в этом всём, да. И я там, позвоню, собственно, пригонит свой эвакуатор, да, он там эвакуатор в... Бля. Эвакуаторщик, он, короче, подрабатывает, собственно. И, ну, короче, отвезёт, собственно, эту тачечку мне в город, короче, я, как вы знаете, ну, вы не знаете, конечно, это был, блин, сюрприз, ладно, короче. Я купил квартиру в городе, жители, я вам скоро её покажу. И, собственно, у меня там есть гараж тоже, да. Он, типа, по наследству перешёл ко мне, собственно, от моего деда, да. И, короче, как-то так. И, собственно, будем восстанавливать эту крошечку. Всем ночи, всем пока, с вами был Костыль, увидимся в новом видосике, я звоню Вадиму, закрываю гараж. Ну, точнее, ну, да. И мы вместе уезжаем, собственно, в город, жители. Ждите новый видос про эту волжанку. Новичка уже пошла помогать мне. Короче, всем пока-пока, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok